Доброго здоровья уважаемые посетители моего канала. Я как и вы довольно таки много времени провожу у монитора, у ютубе, пока допустим загружается моё там видео или еще что не так. Просматриваю, что-то подбрасывает, ютуб, ну и вообще там интернет, о том, о всём. Как-то я невольно поймал себя и сравнил с остальными столпами здорового образа жизни, которые вот что-то вам такое обещают. Там человек должен жить 300 лет, есть клетка лидер, есть значит, будем говорить вот тут буквально, если начинаешь с этих слов, сказал сегодня, завтра здоров, ну и так далее. Что-то там обещается, ранняя диагностика, будете жить, вот 5 продуктов, которые вам что-то там продлят. Ну короче, все что-то обещают, обещают, какие-то теории выстраивают. Вот на этом вы тут мысли будете делать. У меня такая мысль, позвольте, позвольте, если вы сами сегодня сказали, а завтра здоровы, это там у вас было, это реально, или это ваша там теория, а послезавтра заболели внук, либо клетка лидер, вы её там нашли, там заколбасили и живёте ещё там лет 100, а то и 150, ну и так далее, вот там, что там ещё, этот самый, а время, время, мол, остановить можно, значит, для этого надо наполнить организм, там, энергией, там, ещё, чё, как. Ну а толком, как это наполнить, как остановить время, как это прочувствовать, чтобы это в какой-то реальном было, что можно, грубо говоря, пощупать, увидеть. Вот тут-то как-то, знаете, и общие фразы. Кстати, у меня была остановка времени, когда я рвал штангу, 160 килограмм, ситуация была примерно такая, я чувствую, что я готов вырвать этот вес, ну там, на соревнованиях не получилось, и думаю, пока у меня хорошая форма, я его вырву в спортзале. И вот я делал первый подход, и как бы сказать, ну, всё-таки 160 килограмм вот так вот держать над головой на вытянутых руках, ну, страшновато и прочие такие вещи, но потянул-то я хорошо. И вот тут вот первый подход, будем говорить, вот так неудачно, и возникает, а сейчас у меня, подсекайте, какие у меня сейчас изменения происходят в информационно-энергетическом пространстве, у меня возникает, у меня проходит такая волна, волна уверенности, вот даже сейчас она, волна уверенности в том, что всё сейчас получится, всё. Я подхожу к штанге, 160 килограмм, на каждой стороне по 4 блина, то есть две двадцатки, это 100 килограмм, ну, когда с каждой стороны, и ещё, чтобы красиво было, по 15 килограмм, для того, 160 килограммчик, всё красиво. Вот я такая раз, потянул, до колен я чувствую тяжесть, дальше я тяжести не чувствую, такая, опачки, просто, просто я сделал движение, подсел, и сижу, и сижу, жду, когда она опустится, и вот так я сижу, жду, знаете, как будто я газету читаю, сижу, жду, да когда ж ты там опустишься. Вот, вот время остановилось, и я, то есть я этот момент прекрасно прочувствовал, как она остановилась, сколько она там продолжалась, потом штанга только, она мне такая, на суставы, так это хорошенько надавила, потому что я маханул высоко, а подсел, ну, будем говорить, слишком низко, и поэтому получилось, что она сверху ещё пошла так, на это, раз, мне на суставчики, на локтевые, и я встал. То есть был такой у меня опыт, вот, ну, и вот я всё вам хочу сказать, ну, столько в интернете баек, обещаний, продления жизни, избавления, омоложения, избавления от болезни, ну, огромное количество, да, и зарабатывание ещё денег, всё это, ну, если вы открыли это что-то такое, применяйте это к себе, ну, что-то вот не совсем получается так, как думалось, вот, то есть слова это одно, дело это другое, а практика это третье. Так что, пока у меня, я сейчас как раз закончил заниматься гравитационной гимнастикой, такая тренировочка разгрузочно-восстановительная, не просто переть бездумно, а думал, что-то не получается, идут траты, я отлично на себе прочувствовал, что, Бог говорит, в организме человека вообще, в личности человека присутствует довольно-таки много различных энергий. Это, допустим, и просто-напросто от еды поел, там, грубо говоря, там, восстановился, насытился, это, там, допустим, какая-то другая энергия, нервно-мышечная, ну, можно так там сказать, там, знаете, вот, которая там уже может, как говорят йоги, которая от праны организм набирается, то есть праническое тело, насколько она мощная, настолько, ну, у меня сейчас довольно-таки мощное тело праническое. Вот, но ещё есть особая энергия, это духовная энергия, которая позволяет проявлять волевое усилие и его поддерживает, и особенно это хорошо ощущается. Ведь я много, много прошёл сам, и поэтому я анализирую, что я прошёл, я понимаю, что там было. Вот это как раз энергия, волевая энергия, она проявляется и поддерживается с духовного уровня на голодании. Вот вы начали голодать, вот вроде тело слабеет, то, всё, пятое, десятое с вами происходит. А если вот это есть мощь, вот эта вот мощь терпеть, мощь превозмогать, мощь, знаете, вы голодаете, голодаете, голодаете дальше. А если у вас этого нету там, особенно, знаете, она вот, то есть есть энергия, которая хорошо восполняется сном. Ну, поспал, ага, чувствуешь, хорошо восстановился. Но вот этот вид энергии, который позволяет вам активировать вот всё, всё ваше существо, для того, чтобы вот поднять, допустим, огромный этот вес, вот она истощается и она очень долго восстанавливается. То есть здесь, здесь вот между длительными голоданиями, если вы там голодали за 30 суток так, то где-то год желательно, чтобы прошёл, а то и побольше, чтобы вы почувствовали, что вот как-то вот восстановились, вот по-настоящему восстановились, на то, что вроде, да, тело пришло в норму, силы появились, а вот ещё что-то там в уме должно такое произойти, чтобы вы это почувствовали, а она не сразу. Я это хорошо прочувствовал. Ну и плюс вот занятие вот этой гимнастикой, я понял, что я эту энергию исчерпал, часто подходя к большим весам. И вот я её уменьшил нагрузочку, увеличил эти самые периоды восстановления, дело пошло лучше. Дело пошло лучше, это вот я сам ощущаю. Поэтому ко всему, что показывают нам интернет и люди, которые что-то тут пытаются сказать, вот это восстановление, вот это там омоложение, вот это там сила, вот там ещё что-то там, относитесь с такой долей разумности, что, что, как, знаете, не просто так принимаем всё это там на верю. Не всё принимай на верю, но проверь, вот она, мудрость древняя. И я лично так и поступаю. И вам советую.